Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о свете, свете в интерьере. Вообще есть даже в дизайне такое понятие, как световой дизайн или светодизайн, ну просто, да, сокращенно. Безусловно, как и у любой отрасли в дизайне, у светодизайна есть свои направления, свои законы о создании гармоничной световой среды в жилом помещении. Но световой дизайн вообще достаточно широкое понятие, потому что свет, как основной, наверное, источник освещения, может быть, в каждом отдельном типе помещения используется по-разному. В жилом помещении какие-то одни характеристики для него нужны, в помещении офисном, рабочем, другие. И также свет очень широко используется при освещении определенных действий массовых, театральных и так далее. Мы с вами, конечно, сейчас будем говорить о свете в жилом помещении и о свете в квартире. И прежде чем мы с вами перечислим основные типы освещения, модные тенденции, какие-то определенные приемы для создания необычных световых решений, начнем мы вот с чего. Постараемся себе достаточно четко уяснить, вообще для чего существует свет в интерьере, какую функцию он выполняет и, соответственно, какие же есть закономерности для создания именно правильного освещения. Итак, для начала функции. У света есть две основные функции. Это как раз функция декоративная, то есть создание необычных световых решений, и чисто утилитарная, то есть для того, чтобы освещать наше жилое пространство, чтобы мы видели и, соответственно, могли там жить и работать. Естественно, основное все-таки для света это утилитарное значение, и вот из каких-то таких именно функциональных его моментов вытекают и основные закономерности создания оптимального освещения. Ну что такое оптимальное освещение? Тут очень сложный момент, это и с точки зрения физиологической есть определенные моменты, и с точки зрения эстетической тоже. Но для начала это подбор оптимального количества светильников. Существуют даже определенные формулы расчета светильников, они разнятся в зависимости от того, какой тип светильников вы выбираете. То есть это может быть обычная лампа, накальник, галогенные лампы, свет рассеянный, свет отраженный и так далее. Но мы с вами, конечно, о формулах сейчас с вами говорить не будем, а вы эту формулу, я думаю, без труда найдете, если возникнет такая необходимость. Дело в том, что для расчета светильников нужны так называемые справочные значения. Справочные значения это световой поток, исходящий от каждого отдельного источника освещения, от каждого отдельного типа лампочки. Безусловно, перечислять все эти значения не представляется, мне кажется, возможно в рамках нашей передачи. Но просто, чтобы вы знали, что существуют даже такие определенные закономерности для расчета. Итак, мы с вами договорились, что количество светильников должно быть оптимальным, чтобы равномерно освещать всю комнату целиком. Также достаточно важным именно функциональным значением света является такой момент, как равномерность освещения. То есть в комнате, по идее, не должно быть очень ярко освещенных мест в противовес каким-то темным углам и закоулкам. Также не должно быть так называемых слепящих лучей. То есть в интерьере могут присутствовать какие-то предметы мебели, которые могут иметь зеркальные, хромированные, глянцевые поверхности. И если на эти поверхности идет направленный источник освещения, то они могут быть слишком сильно блекковать. Также не рекомендуется делать освещение слишком ярким настолько, чтобы цвет интерьера пропадал, становился блеклым. Это тоже считается не очень правильно с точки зрения света дизайна. Ну и тоже одно из самых достаточно важных понятий, это чтобы цвета в интерьере не изменялись. Мы с вами об этом в сегодняшней лекции чуть-чуть поподробнее поговорим. Но, может быть, вы сами даже такое замечали, что иногда какой-то предмет интерьера при дневном освещении выглядит по одному, например, он выглядит, скажем, светло-голубым. А когда мы включаем электрическое освещение, то он может приобретать даже не очень красивые оттенки, какие-нибудь грязные, синие или буро-зеленые даже. Вот это как раз все зависит и от цвета света. Действительно, каждый тип лампочки имеет так называемую свою теплоту и излучение. И в зависимости от этого предметы интерьера будут окрашиваться при включении этой самой лампочки в более теплые или в более холодные оттенки. Но это еще не все. Дело в том, что каждый источник освещения, то есть каждый тип лампочки обычно вворачивается или помещается в какой-либо осветительный прибор. Люстру, бра, торшер. И вот у этих самых уже осветительных приборов могут быть, естественно, абажуры. И вот эти самые абажуры, они не обязательно же могут быть прозрачными или белыми. Вполне вероятно, что они могут иметь тоже какой-то свой оттенок. Но вспомним, что даже до недавнего времени еще очень часто можно в окнах было видеть зеленые абажуры, желтые, даже иногда красные. Естественно, свет лампочки, проходя через цветной абажур, он тоже окрашивает предметы интерьера в другие оттенки. Здесь тоже надо, конечно, это учитывать, чтобы не получилось каких-либо некрасивых цветовых сочетаний. Ну и самое последнее, если говорить о создании правильного освещения, это уже с точки зрения эстетической, смотреть, как будет распределяться тень, когда мы включим те или иные осветительные приборы. Тень, ну, в первую очередь, она не должна закрывать рабочее пространство человека. То есть осветительный прибор за спиной человека не располагается. Ну, либо должен быть дополнительный источник освещения спереди, чтобы рабочее пространство всегда было освещено. Это первый момент. Второй момент. Тень просто, ну, нежелательно, чтобы она какими-то некрасивыми тёпными пятнами расползалась по стене, либо по полу. Желательно так освещать, чтобы тени и теневых участков в квартире было всё-таки как можно меньше. Вот, соблюдая такие нехитрые законы, можно создать достаточно неплохое и гармоничное цветовое оформление. Ну, сейчас мы с вами поговорим всё-таки об основных способах освещения. Не обязательно выбирать в каждой комнате один. Вообще считается, что чем больше комбинаций светового освещения и светового дизайна вы подберёте в своей квартире, тем будет необычней и интереснее смотреться ваша квартира. Ну, и так, первый тип освещения – это освещение направленное. Вот мы сейчас с вами посмотрим. Безусловно, направленное освещение может быть сделано с помощью различных осветительных приборов. Но, в первую очередь, направленное освещение, оно ориентировано на какую-либо определённую поверхность. Но не путать, пожалуйста, с каким-то таким местным освещением, потому что направленное освещение, оно обычно освещает достаточно большую зону в интерьере. То есть не просто письменный стол освещает, а плюс к тому создаёт и общее равномерное освещение комнаты. Вот это надо запомнить. Здесь конкретно, видите, вот такая своеобразная люстра присутствует из нескольких плафонов, которые освещают не только конкретно данный обеденный стол, но и в целом всю комнату. Следующий тип освещения – так называемое непрямое освещение. Кстати говоря, непрямое освещение популярно, достаточно популярно сейчас. Что же это такое? Когда световые лучи от источника освещения, они направлены могут быть на потолок или на стены, и вот потолок или стены в свою очередь уже отражают свет. Но отражённый свет тем сильнее, если потолок и стены окрашены в светлые тона. Такой тип освещения тоже является достаточно популярным для создания именно общего освещения, то есть чтобы вся комната достаточно равномерно осветилась. Но в целом у освещенного света есть свои плюсы, впрочем, как и свои минусы. Плюс это, безусловно, рассеянное освещение, которое не создаёт зон как раз слепимости, зон так называемой блеклости. Но, может быть, минусом такого непрямого освещения может являться его такая определенная осовремененность. Безусловно, если вы делаете интерьер в какой-то такой классической схеме, то это освещение не так уж вам и подойдёт. Следующий тип, может быть, он несколько сходит, но в целом отличается. Это рассеянное освещение. Рассеянное освещение – это освещение, которое происходит от лампочки, от осветительного прибора на 360 градусов. То есть когда один осветительный прибор сразу светит в абсолютно все стороны. И в первую очередь рассеянное освещение достигается благодаря специфическим плафонам, которые присутствуют на осветительных приборах. В первую очередь здесь важны плафоны из такого, скажем, матового стекла или из других полупрозрачных материалов. Ну, в принципе, считается, что такой свет имеет наибольший коэффициент полезности и лучше всего подходит для общего освещения. Причём такие вот источники освещения можно располагать очень свободно. Не обязательно только посередине. Они могут вообще путешествовать по всей квартире, собираться в группы или, наоборот, быть в отдельности. Следующее, так называемое смешанное освещение. Ну, то есть смешанное освещение, на самом деле, объединяет преимущества трёх предыдущих. Когда один осветительный прибор одновременно распространяет свет и вверх, и вниз сквозь полупрозрачные материалы. Ну и плюс к тому он ещё и конкретно подсвечивает, может быть, какое-то рабочее пространство. И самое последнее, это местное освещение. Местное освещение, оно всегда добавляется к основному. Но, в первую очередь, местное освещение – это подчёркивание какой-либо одной рабочей зоны. Вот в данном случае это туалетный столик. Ну, это может быть письменный стол, это может быть подсветка, ну, скажем, конкретного кресла, журнального столика, дивана, обеденной группы и так далее. Ну, ещё раз повторюсь, что всё-таки местное освещение, оно в первую очередь является дополнительным освещением и не может являться основным. Но вот это основные типы и способы освещения. А сейчас несколько слов я позволю себе сказать о тех приёмах, которые помогут несколько видоизменить основное пространство. То есть, как увеличить, сузить, расширить комнату. Если у вас низкие потолки, то дизайнеры по свету рекомендуют вам расположить светильники по периметру комнаты и направить свет вверх. То есть, как можно ярче подсветить потолок. Таким образом, он станет выше. Если же у вас, наоборот, станки слишком высоки и вы не хотите делать натяжной или накладной потолок, то лучше всего расположить осветительные приборы с плафонами, смотрящими вниз. Таким образом, подсветить пол и стены. Потолок останется в тени и визуально будет несколько ниже. Если у вас комната слишком узкая, такого коридорного типа, то для того, чтобы её несколько расширить, то следует подсветить очень ярко стену, противоположную ко входу. Таким образом, визуально помещение сузится. А вот если, наоборот, вы хотите сделать комнату более длинной, ну она квадратная, вы хотите визуально сделать её более длинной, то тогда лучше расположить светильники по потолку, вытянутую в одну линию. Таким образом, комната визуально станет более удлинённой. Если также вы хотите расширить пространство комнаты, ну, во-первых, чем светлее комната, тем шире и эффектнее она смотрится. Но есть ещё один такой небольшой приём. Это нижний декоративный свет, то есть светильники, расположенные на полу или в непосредственной близости от плинтуса. Таким образом, создаётся необычное освещение, и комната, на самом деле, визуально расширяется. Но это вот такие основные приёмы существуют, и так называемые модные приёмы освещения, которые используются наиболее часто сейчас. Первое – это динамичный либо комбинированный свет. Наверное, наиболее яркий пример мы сейчас можем видеть на наших экранах. Комбинированный или динамичный свет – это рассеянный свет с яркими световыми акцентами. Но рассеянный свет, как вы видите, на светильнике расположены в своеобразном кармане, в накладном потолке. Они подсвечивают центральную зону потолка, и также присутствует определённое количество точечных светильников, подсвечивающих определённые группы. Вот ещё достаточно необычное такое освещение коридора. Вообще современные технологии – это и как раз и накладные потолки, всевозможные из гипсокартона, и также точечные светильники, галогеновые лампы. То есть, да, они позволяют создавать очень необычные световые эффекты, и может получаться такая определённая игра света и тени. Интегрированный свет, то есть спрятанный источник освещения, тоже очень модная нынче традиция. Вот перед вами представленный, ну, своеобразный, наверное, кабинет, если можно так выразиться. И здесь все источники освещения спрятаны за своеобразной панели из матового стекла. Однако люстры тоже не потеряли своего значения, и до сегодняшнего дня, естественно, используются. Но не обязательно люстры вешать строго посередине комнаты. В общем-то, люстра может находиться в любом его месте, там, где она наиболее функционально обоснована. Причём люстр может быть даже и несколько. Хотя, конечно, это не жилое помещение сейчас на фотографии, но всё-таки. Но очень модный ныне приём — это галогеновые лампочки или точечный источник освещения. В общем-то, очень удобные, безусловно, изобретения. Такие небольшие светильники точечные, они могут расположены быть вот так достаточно творчески и хаотично, создавая ощущение горящих звёздочек. Но если кому-то не нравится такой современный дизайн, то галогеновые лампочки вполне можно вписать и в более классический дизайн интерьера. Вот здесь, например, посмотрите. Свообразный накладной потолок, оформленный деревянными, ну, может быть, дубовыми панелями, создают, ну, даже какую-то небольшую ассоциацию с интерьерами прошлого. И по середине этих углублений очень скромно и уместно расположены эти самые галогеновые лампочки. Ну, и очень модный ныне как раз приём ещё освещения и осветительный прибор – это так называемая токопроводящая конструкция или токопроводящая шина. Но она позволяет обеспечить очень большую мобильность. Дело в том, что такая токопроводящая шина, она крепится либо к потолку, либо к стене, и на неё насаживается достаточно много светильников. Причём эти светильники поворотные, и вы можете очень легко группировать и подсвечивать необходимые детали. То есть сегодня вам нужно подсветить одну стену, завтра другую. В общем-то, ну, правда, единственный минус таких вот токопроводящих конструкций заключается в том, что они очень современные по дизайну, и в классический интерьер, к сожалению, они никак не подходят. Ну и сейчас давайте мы с вами поговорим пару слов ещё о декоративном освещении. Сейчас в основном мы поговорили об общем освещении, то есть как создать в общем световое оформление. Безусловно, раньше, вернее, ну вот ещё до недавнего времени, в квартирах было основное освещение чаще всего, ну и вот дополнительное в качестве какого-нибудь небольшого прикроватного бра. Всё. На этом световой дизайн заканчивался. Сейчас такое обилие осветительных приборов, всевозможных типов лампочек, что можно очень и очень офантазировать. И безусловно, да, конечно, можно всё сделать просто и скромно, но если вы хотите сделать действительно очень необычный по своему конструкции какой-то светодизайн, то тогда безусловно вы должны ещё использовать и местное, и декоративное оформление. Итак, местное оформление – это в первую очередь торшер и настенные светильники, то есть напольные и настенные светильники. Вот, пожалуйста, давайте мы посмотрим на этом слайде присутствует такой очень необычный торшер дизайнерский. Безусловно, местное освещение, оно по большому счёту должно выполнять не только вот какие-то утилитарные функции, то есть освещать какое-то рабочее пространство и зону, но и, безусловно, оно должно просто быть ещё и определённым таким художественным объектом интерьера, как, например, данные светильники. Ну или вот бра, да, или настенные светильники. Опять-таки и функциональная, и декоративная направленность. Кстати, бра, в отличие от торшера, больше функций у него есть, и иногда даже встречается такой световой дизайн, когда общего освещения верхнего света нет, а по периметру комнаты, расположенной на стенной светильнике, они выполняют и декоративную, и функциональную работу при этом. Ну, декоративное освещение, да, пара слов про декоративное освещение, то есть то, без чего, в принципе, можно обойтись, но то, что создаёт очень необычные световые эффекты. Вот, опять-таки, токопроводящая шина, как вы видите, она подсвечивает рамочки на стенах, ну и в целом просто создаёт необычные какие-то световые эффекты. Декоративное освещение также очень широко используется при подсветке всевозможных полок, ниш, ну вот как здесь, да, например, своеобразная декоративная ниша, где присутствуют всевозможные вазочки, ну и в определённой степени книги. Между прочим, декоративное освещение может быть не только вот таким белым, но декоративное освещение вполне возможно быть и цветным. Это могут быть и красные, в общем-то, какие-то лампочки, и зелёные, и синие. Иногда даже их, ну вот люминесцентные лампы, да, они иногда имеют, сама лампочка, стеклянная колба какой-либо цвет. Но тогда единственное, что их опять-таки прячут, делают так называемый скрытый свет, и вот подсветка просто из определённых там зашитых карманов осуществляется уже цветом. Ну и напоследок мы пару слов поговорим и посмотрим иллюстрации таких необычных осветительных приборов, ну или, скажем, наиболее таких, ну не популярных, конечно, а дизайнерских. Что же сейчас дизайнеры предлагают на рынке как раз осветительных приборов? Итак, люстры. Люстры вообще весьма необычные. Вот сейчас мы с вами посмотрим первую из них. Вот она на наших экранах, вообще весьма необычная и дизайнерская люстра. Согласитесь, что сразу так и не скажут, что это осветительный прибор, а больше похоже на какую-то такую весьма затейливую игрушку. А на самом деле все эти изделия выполнены из фарфора, поставленные на зеркальный круг. Если вы внимательно присмотритесь, там присутствует достаточно большое количество галогеновых лампочек. Вот даже такую люстру придумали дизайнеры. Очень популярны сейчас светильники, сделанные из рисовой бумаги. Ну то есть, да, оформление из рисовой бумаги. Вот, пожалуйста, один из таких светильников люстра. Или другой. Опять-таки используют преимущества современных технологий. Это гибкая подводка и также галогеновые лампочки. Такая люстра, она и с эстетической стороны весьма неплохо смотрится. И с другой стороны очень удобно, потому что в любом случае вы можете так направить вот эти небольшие плафончики, как вам необходимо для этого. Также очень популярны сейчас дизайнерские люстры, сделанные из таких своеобразных стеклянных шаров. Они очень хорошо вписываются в любой интерьер. Вот одна из таких люстр. Или, например, другая. Опять-таки использование зеркала на потолке и создает нам своеобразный такой эффект, что эти стеклянные шары, они спускаются вниз и также отражаются в зеркальной поверхности. Люстра, ну или осветительный прибор в стиле хай-тек. Вот он сейчас на ваших экранах. Может быть, и вполне в таком виде сделан. Но и местное освещение, оно тоже может быть, иметь место и таким. И, как я уже говорила, вот из рисовой бумаги, рисовая бумага сейчас очень популярный, да, такой дизайнерский бренд. Вот, пожалуйста, лампа, прикроватная лампа сделана тоже из нее. Но единственное, что напоследок еще хотелось бы сказать, что, ну, вообще-то, конечно, осветительные приборы, к выбору осветительных приборов тоже надо подходить достаточно внимательно при дизайне квартиры. Потому что, ну, иногда кажется, что лампочка, она и лампочка, главное, чтобы еще было светло и уютно. Но, в целом, конечно, осветительный прибор, люстра, брат, аршер, они являются не только функциональным, но и достаточно важным эстетическим звеном. Они не должны очень сильно бросаться в глаза. То есть, комната не должна быть комнатой одной люстры. Но и в целом, ну, скажем, вписываться в общую канву интерьера они тоже, безусловно, должны. Если, скажем, вы хотите приобрести себе люстру хрустально-богемского стекла, то тоже тут надо очень внимательно посмотреть, как же весь остальной интерьер у вас будет оформлен. Не будет ли там, знаете, пластмассовых каких-то там предметов интерьера и так далее. Или если, наоборот, у вас очень вычурный интерьер, то не надо перебарщивать с галогеновыми лампочками, потому что очень часто галогеновые лампочки при их не очень умелом дизайне создают ощущение такого дисбаланса. При вроде бы достаточно красивом оформлении интерьера получается офисный потолок. Вот я думаю, что мы в основном про светодизайн поговорили, а следующая наша лекция будет посвящена ткани в интерьере. Но на сегодня время лекции стекло. До свидания.